Всем привет! Сегодня мы будем обозревать молодых новорожденных сверчков, двупятнистых, так называемую сверчковую пыль. Наверняка многие из вас помнят по моим предыдущим видео о сверчках, что я устанавливал на дно большого контейнера со сверчками маленький пластиковый контейнер, закрытый москитной сеткой. Примерно вот такой. В нем находился кокосовый субстрат, то есть размоченное кокосовое волокно, которое очень подходит под определение земли. И взрослые сверчки, самки двупятнистых сверчков, откладывали туда кладки своих яиц. После чего я устанавливал этот маленький контейнер в контейнер побольше, собственно вот такой, и помещал его на батарею центрального отопления, в частности в ванной, там где тепло есть всегда. Периодически увлажняя маленький контейнер, я убрал из него москитную сетку и через неделю получил вот таких вот маленьких сверчочков, которые очень стараются покушать. Это не предел, это лишь малая часть, видимо из того маленького контейнера вылупилась всего одна кладка, одна или две, поэтому изначально здесь получилось примерно 200-300 сверчков, никак не больше. Сейчас их, конечно, гораздо меньше, поскольку большая часть ушла на питание моим лягушатам, но вот второй контейнер со второй кладкой оказался куда более успешен, и сейчас мы посмотрим, сколько из него вылупилась сверчковой пыли. Это меня прям повергло в шок, наверняка повергнет в шок и вас. Вот, вы можете просто увидеть, эта кладка буквально кишит сверчками, сами маленькие, я даже не берусь подсчитать их приблизительное количество, это сотни, 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 возможно даже тысячи. То есть, по идее, это несколько кладок взрослых самок, выпитнистых сверчков. Конечно же, я их всех давать не буду, нашим лягушатам, поскольку гастрономическая ценность от них будет достаточно мала. Шутка ли, лягушонку в день для пропитания нужно не меньше 30-40 вот таких вот маленьких сверчков. Они не на один зубок, как будто, ну, как если сравнить, если человеку дать одну макаронину. И, собственно, сейчас мы будем их переселять в более удобный лоток. Специально для них подготовлен. Здесь у нас маленькая картонная ячейка, так сказать, из двух частей от перепелиных яиц. Специально сложная, чтобы они внутри там чувствовали себя уютно, бегали, суетились, размножались. Здесь в качестве субстрата, как всегда, опилки. А вот в качестве еды, в маленькой пробке у нас простая сверчковая еда, а здесь тонко нарезанное яблоко. Поскольку молодые сверчки тяжело будут справляться с достаточно плотным волокном яблока, следует сделать его как можно более тонким, чтобы оно как можно быстрее начало, ну, собственно, подгнивать и пропадать. Ну, а сейчас мы всю эту ораву постараемся перекинуть в наш контейнер. Вот они уже тут посыпались буквально градом. Стоило лишь только поднять их. А вот и армия, настоящая армия. Не знаю, сумели ли я их всех, особенно тех, что упали в ванную поднять. Постараюсь. Собственно, даже небольшое количество влаги, которую мы видим на стенках, для них губительно опасно, поскольку они могут прилипнуть к воде и, в конце концов, умереть буквально от того, что утонут на стенке. Ну, и, конечно же, потребуется еще больше усилий, чтобы отковырять их ото всех стенок, чем, пожалуй, и займусь. Ну, это значит, что через неделю-две я получу очень большой приплод корма для лягушат, что позволит мне существенно сэкономить на стаканах с дрозофилой, так как они уже подходили к концу. Ну, чисто ознакомительное видео. Если хотите разводить сверчков, пожалуйста, такой простенький, непромышленный, но, тем не менее, вполне нормальный метод. До новых встреч!